Старт дан! В Ненецком округе начался прием заявлений для назначения выплаты на первенцев. Ошибочка вышла. Новую школу в селе Теревеска невозможно открыть из-за цвета линолеума. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Иван Никонов. Зарплаты сотрудников всех организаций округа, соразмерной с минимальным размером оплаты труда, пересчитают в ближайшее время в соответствии с определением Конституционного суда России, данным в конце 2017 года. Согласно документу, зарплата должна быть не менее мрот, при этом северные надбавки не учитываются. После проведения пересчета зарплата ряда сотрудников бюджетной сферы может увеличиться. Для определения потенциальных дополнительных затрат округа на эти цели Департамент здравоохранения труда и социальной защиты населения в настоящее время аккумулирует информацию по всем учреждениям. Речь идет о заработной плате работников, полностью отработавших норму рабочего времени и выполнивших нормы труда, трудовые обязанности за месяц. Напомним, с 1 января 2018 года мрот в Ненецком округе составляет 24 671 рубль. Это 70% от размера регионального прожиточного минимума. В январе 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда будет доведен в России до прожиточного минимума раньше, чем это планировалось с 1 мая 2018 года. «У нас позитивная динамика российской экономики сохраняется, у нас и меньше, чем мы ожидали, дефицит бюджета, у нас растут золотовалютные резервы. То есть экономика России на подъеме, и этот тренд сохраняется. У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять мрот и прожиточный минимум. Мы это сделаем», — подчеркнул Владимир Путин. Глава государства отметил, что повышение мрот коснется примерно 4 миллионов человек, в том числе бюджетников, работников малых предприятий, часть работающих пенсионеров. Мрот будет постоянно индексироваться и уже не будет опускаться ниже прожиточного минимума. По информации профильного окружного департамента, в соответствии с поручением президента России, с 1 мая 2018 года окружной мрот составит порядка 29 тысяч рублей, при стопроцентных приравнивании к прожиточному минимуму. В Ненинском округе с сегодняшнего дня начался прием заявлений для назначения выплат на первенцев. Подать заявление можно в отделении социальной защиты населения и многофункциональный центр «Мои документы». Выплату на детей, пополнивших окружные семьи с 1 января 2018 года, назначают региональные органы социальной защиты населения в рамках федерального финансирования. На данный момент заявлений от граждан еще не поступало. На рассмотрение пакета документов отводится месяц. Выплата будет осуществляться не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем подачи документов. Обратиться в отделение соцзащиты необходимо не позднее, чем через 6 месяцев со дня рождения ребенка. Ежемесячная выплата будет выплачиваться до достижения ребенком полутора лет. Право на получение имеют граждане, которые проживают на территории Российской Федерации. Это первый ребенок мамы, граждане Российской Федерации. Первый ребенок должен родиться с января 2018 года. И учитывается доход. Он не должен превышать полуторакратные величины на сегодняшний день, если тот, который утвержден, полуторакратно составляет 32 766 рублей. Размер выплаты на 2018 год равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в Ненинском автономном округе за второй квартал предшествующего года и составляет сегодня 21 973 рубля. В Ненинском автономном округе эта поддержка при рождении детей является одной из самых высоких в стране. Подробнее информацию о ее получении можно уточнить на сайте профильного окружного департамента или в отделе социальной защиты населения по телефону 484 97 и 420 46. По предварительным оценкам, в 2018 году на выплату на первенца смогут подать заявление порядка 160 человек. На эти цели из федеральной казны предусмотрено более 15 миллионов рублей. Черный линолеум препятствует открытию школы в Тельвиске. На стадии подготовки образовательного учреждения в сдачу в эксплуатацию оказалось, что цвет напольного покрытия не соответствует требованиям САНПИН. Об этом в ходе оперативного совещания при губернаторе округа сообщил глава администрации Заполярного района Олег Холодов. Сдать в эксплуатацию школу в Тельвиске планировалось в начале нового года. Однако в ходе проверок здания многочисленными комиссиями был выявлен ряд нарушений. Накануне эксперты Роспотребнадзора высказали претензии к цвету линолеума в кабинетах новой школы. В двух кабинетах, это уже появилось в январе на прошлой неделе, в двух кабинетах Роспотребнадзор запретил, вернее, требует поменять линолеум. Он черного цвета, поэтому его надо поменять. Но мы подняли, да, есть в САНПИНе, это САНПИНы 10-го года, такой запрет есть на черный линолеум. Скорее всего придется менять, опять вносить в бюджет. Мне кажется, что если есть такие требования 10-го года по образовательным учреждениям, то подрядчик, который строил, там разве указан цвет линолеум? В проекте нет цвета. В проекте цвет линолеуме, да. Значит, это ответственность подрядчика о том, что он должен был свериться с САНПИНами, которые есть по строительству объекта образования. Поэтому, мне кажется, вам надо спокойно переговорить с подрядчиком, чтобы он взял на себя эти расходы. Они не такие большие в рамках того дохода, который он с этого объекта получил. Не знаю, что это, честно говоря, мне кажется, что это проблема-то больше проектировщика, который должен как раз работать с этой первичной документацией и указать, если это требуется на ПИД, указать в проекте вот этот цвет. А подрядчик же считает проект. Мне все равно подрядчик или проектировщик. Мне главное, чтобы не понесли дополнительные затраты из окружного бюджета, из окружного или районного бюджета. Вот в чем моя задача. И эта ошибка не наша. Возвращаясь к проблеме неправильного размещения очистных сооружений, которая прозвучала на предыдущей планерке губернатора, то, по словам Олега Холодова, она практически решена. Напомню, при строительстве образовательного учреждения допустили грубую ошибку. Очистные сооружения были установлены в санитарной зоне школы. Мы, как и обещали, расчеты проектировщиками представили. Расчеты Роспотребнадзора удовлетворены. Они удовлетворены расчетами. Единственное у них пожелание в связи с тем, что эти расчеты были сделаны не на нашей воде, то после запуска... То есть они предлагают подстраховаться договором на вывоз стоков. При этом, когда школа будет запущена, они проведут анализ на выходе стоков, если они соответствуют тому, что дают проектировщик в расчетах, то вопрос снимется полностью. В продолжении разговора об образовательных учреждениях Александр Цибульский напомнил о необходимости проведения ремонта детского сада в поселке Красное. Глава региона осмотрел объект во время посещения населенного пункта в конце октября 2017 года. Кирпичное двухэтажное здание было открыто в марте 1981-го. По словам работников дошкольного учреждения, с тех пор в детском саду ни разу не проводился капитальный ремонт. И более того, не выделялись средства даже на косметический. У нас была смета, но она уже утратила свою актуальность. Мы ее отправили в департамент строительства для ее актуализации. Как только будет актуализирована смета, мы будем объявлять торги. Работы по актуализации сметы на ремонт Красновского детского сада ведет Центрстройзаказчик. По словам Ильи Иванкина, документ будет готов как минимум через две недели. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В воду с головой. Сотни наринмарцев минувшей ночью прошли обряд крещенского купания. Участники детского хора России достойно представили округ на традиционном новогоднем концерте, который прошел в Кремле. Концерт хора «Зимняя сказка» проходил в рамках заседания Государственного совета Российской Федерации при президенте России. Вот уже несколько лет с 2014 года наши хористы выступают в составе Тысячного сводного хора. 2017 год не стал исключением. В конце декабря группа из пяти человек вместе с руководителем Ириной Айдулиной отправилась в Москву. Детский хор «Россия» выступал в сопровождении симфонического оркестра Министерства обороны России. Со сцены Кремлевского дворца прозвучали всеми любимые произведения. С чего начинается родина, зимняя сказка, как бы не было зимы, вместе весело шагать, пусть всегда будет солнце. В округе хористов выбирают на совете педагоги из учеников двух музыкальных школ – городской и скательской. Основные критерии – возраст от 9 до 14 лет и отличное знание музыкальной грамоты. Наш коллектив, последняя группа, она не меняется уже в составе. Вот эти пять человек, они два года уже ездят. Так обычно у нас сформированная группа, и вот 10 человек, буквально меняется в год по одному, по два человека. А так это те, которые уже себя как-то зарекомендовали, как-то выделились на каких-либо конкурсах или на каких-то других концертных мероприятиях. Обычно в Кремль отправляется группа из 10 человек, но в этом году количество хористов сократилось. Поэтому на концерте выступало не тысячи детей, а всего 600. Репертуар на предстоящий концерт сообщают заранее. Но случается и форс-мажор. Тогда ребятам приходится петь, как говорят, с листа. Но юные хористы держатся молодцом, хоть и устают ужасно. Наших детей выделить из других регионов практически невозможно. То есть они достаточно хорошо подготовлены, достаточно сильные голоса. Поэтому у нас как бы претензий к нашим детям нет. Они точно так же, как и все дети, трудоспособны, мобилизованы, скажем так, в своей работе. И отдают всю свою силу от начала и до конца, до последней капельки. Среди зрителей в зале президент Российской Федерации Владимир Путин. Члены Государственного Совета, известные политические и общественные деятели. Нашим хористкам к выступлению на такой сцене не привыкать. Они знают, как надо петь, чтобы тебя заметили. Чтобы на тебя больше обращали внимание, хоть и много человек, нужно просто не вот так стоять, петь, просто чуть-чуть откроть рот. Надо прям стараться, и тогда тебя заметят. Тебя заметили? Ну, я себе заметила, когда смотрела. Обычно нас разделяют на несколько групп, и отдельно с каждой репетируют. И репетиции длятся... Ну, в этом году у нас репетиции длились три часа за раз, а вообще за день шесть часов. На самом концерте вся эта атмосфера восхищения происходящим, она держалась вот от самого начала до самого конца концерта. Когда уже выступишь и осознаешь, что все прошло очень хорошо, это безумно приятно. И ощущать себя частью вот всего вообще этого хора огромного, это очень приятные чувства. Поездка наших аресток состоялась благодаря финансовой поддержке публичного акционерного общества «Лукоил» в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией Ненинского округа. Выступления юных артистов в Кремлевском дворце открывают череду мероприятий, посвященных десятилетию детства, утвержденного указом президента России. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Библиотеку в Красном сделают досуговым центром. О необходимости переформатирования сельских библиотек в полноценные досуговые центры глава Ненинского округа заявил, посетив минувшей осенью библиотеку в национальном поселке Красное. По мнению главы региона, культ учреждения ближайшего городу крупного населенного пункта могло бы стать пилотным проектом, который впоследствии можно будет тиражировать и на другие села. Напомню, в ноябре прошлого года, после разговора с временно исполняющим обязанности губернатора, свою концепцию досугового центра на базе библиотеки Александру Цибульскому направила заведующая Красновской библиотеки Алена Кожевина. На сегодняшний день вопрос реализации проекта обсуждают представители Департамента образования, культуры, спорта и туризма Ненинского округа совместно с руководством Приморско-Куйского сельсовета. Муниципальное образование предложило вариант его размещения. Старое здание школы. У нас выезжает два сотрудника Департамента от Комитета культуры, это Кулаков и Каратаева, где будет осмотрено помещение, которое нам предложило само муниципальное образование для создания досугового центра с доступом к высокоскоростному интернету. Сейчас библиотека размещается на втором этаже Дома культуры. Для организации досугового центра места там недостаточно. Вместе с тем Александр Цибульский убежден, необходимо выбрать такой вариант размещения, чтобы досуговый центр был не филиалом библиотеки, а размещался в одном здании с ней. В этом идея данного проекта. Не отдельно надо создать и сказать, что это филиал библиотеки, а на базе, значит, тогда библиотеку надо перевести в новое помещение, и в новом помещении должна быть создана библиотека. В этом идея этого проекта. Это популяризация, в том числе, чтение среди молодежи в более современном его виде. Доработать концепцию создания первого сельского досугового центра руководству профильного ведомства поручено в ближайшее время. Православные жители Наринмара сегодня отмечают крещение. Накануне в сочельник горожане по традиции могли окунуться в ледяную купель, которую, как обычно, обустроили на Качгартинской курье. Всю ночь рядом с местом омовения дежурили сотрудники МЧС, полицейские, народные дружинники, сотрудники Росгвардии, врачи скорой помощи. По предварительным оценкам, в ночь на 19 января обряд купания на Качгартинской курье совершили более 700 горожан. В праздник крещения дважды совершают великое водосвятие. Первое – во время сочельника, перед праздником крещения, когда освящается вода в купеле, стоящая посередине храма. Во второй раз она освящается непосредственно в сам праздник. Крещение в водоеме прорубают иордань, рядом ставят крест. После чины освящения вода уже становится крещенской, люди умываются ею, желающие могут также окунуться в прорубь. Нина Мянзина каждый год приходит сюда, чтобы набрать крещенской водицы. Говорит, стоит целый год и не портится. Я ее умываюсь, пью, лекарства с ней забиваю. Нормально, хорошо, все проходит. А скажите, вы как-то храните ее специальным образом? Нет, ничего не делаю. Так храню в бидончике. Считается, что крещенская вода целебная. Ею можно умываться, ее можно пить, а кропить домашнее имущество животных. Кроме того, при правильном хранении крещенская вода может простоять целый год, не испортиться и не зацвести. При болезнях или искушениях такую воду необходимо пить обязательно. При этом, если в графин с обычной водой добавить немного крещенской, то вся она становится святой. В народе считается, что полноценное окунание в крещенской ледяной проруби очищает от грехов. На самом деле это заблуждение, говорят священники. Окунание в прорубь происходит по собственному желанию человека. Главное должна быть вера, с молитвой верить свои нужды в руки Божьи. Виталий Михайлов уверен, все будет хорошо. Он уже 7 лет в крещенский сочельник, в любую погоду омывается в купеле. Я уже привык. И похлеще погода была. Минус 25 я первый раз, когда крестился. Ветер был, наверное, где-то 10-15 метров. Вот тогда было страшновато. А сейчас хорошо, прекрасно. На Бога надейся, а сам не плашая рядом с купелью на ночном дежурстве сотрудники спасательной службы. Благодаря их поддержке обряд становится еще более безопасным. Приходится постоянно напоминать людям, чтобы уходили со льда на береговую линию. Ну и, конечно, в этом году очень много детей. Много детей, поэтому создаются некоторые трудности, скажем так. У нас сколько спасателей. А в принципе, организация очень хорошая. Юный Наринмарис Вова Медведев сегодня впервые совершил обряд омовения в ледяной купеле. В группе поддержки мальчика – его родители. Мама-любовь говорит, ее сын к процедуре подошел осознанно. Перед этим целенаправленно закалялся. Ну, я сначала заходил, боялся. И потом прыгнул сразу и побежал на руках там. Упал вот этим перилом. И меня потом вытащили. Летом он купается в любую погоду, и в холодной воде, и тучи, когда на небе, и дома обливается ледяной водой. И гуляет он, тепло не одевается. И дома он ходит постоянно босиком. В этом году крещенская купеля в Наринмаре особенная. Обустроить ее удалось только после длительных изысканий. Лед на реке слишком тонкий, а место расчищали вручную. Погодные условия не позволяли образованию льда. Поэтому 10 сантиметров лед, основной, остальной слуз. Мы провели обследование и нашли единственную точку, где толщина льда составляет 50 сантиметров. Вот в этом месте и приблизили его максимально к берегу. За всю мою жизнь, мне 47 лет, я не припомню такой зимы, чтобы у нас была плюсовая температура на Новый год и в дальнейшем плюсовая температура. Безопасность горожанам в эту ночь обеспечивали службы МЧС. Это пожарные спасатели, сотрудники центра ГИМС. Более 20 полицейских, Росгвардии, народные дружинники. Смотрим, чтобы не проносили, допустим, спиртные напитки, ну и какие-нибудь другие вещи крупногабаритные. Ну, опасность терактов. Когда заканчивается, в 2 часа ночи нас отпускают, и потом я купаюсь. По предварительным оценкам, в крещенскую ночь на Качгартинской курье искупались более 700 человек. Напомним, что после 18 часов 19 января купель была закопана и закрыта щитом. И еще, нельзя забывать, что освященная вода – это церковная святыня, с которой соприкоснулась благодать Божья, и которая требует к себе благоговейного отношения. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». И на этом у меня все. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова